Всем привет! В эфире новый выпуск шоу Book Life. Меня зовут Алексей Блинков. Поехали! Александр Исаевич Солженицын, писатель, чье творчество считается классикой русской литературы. Солженицына не стал в 2008 году, но он писал до самой смерти, а последнее время вместе с женой занимался подготовкой полного 30-томного собрания своих работ. В московском доме книги Наталья Дмитриевна Солженицына, вдова писателя, проводит презентацию нового тома собрания сочинений Александра Исаевича. Почти во всей американской прессе сильно обиделись и, в общем, не принимали критику на дух. И ругались на Солженицын, и в том числе группа. Солженицын — это наше все, это наша история, это история нашей страны. И я считаю, что каждый русский человек, человек, который владеет русским языком, должен прочитать его книги. В его творчестве отразился очень сложный период русской истории, и это изучают уже много поколений людей в нашей стране. Творчество Солженицына отличается особой биографичностью. Судьба автора часто находила отклик в его работах. О произведениях и жизни Александра Исаевича спросим у той, которая 40 лет почти всегда была рядом с писателем. Почему книги выходят на протяжении такого длительного срока? — Ну, просто потому что каждая книга сопровождается именно указателем, либо комментариями. Много времени занимает подготовка книг, и просто не хватает времени, потому что много и других обязанностей тоже. Но все-таки уже 22 книги стоят на полке, осталось 8. — Есть ли в творчестве Александра Исаевича то произведение, которое вы лично хотели бы включить в школьную программу? — Мне кажется, что «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор» и «Архипелагулаг» — этого вполне достаточно для того возраста, который мы с вами обсуждаем. — Многие источники сообщают о том, что в лагерях, в которых нельзя было писать, Александр Исаевич запоминал произведения наизусть и мог их повторить. У него действительно была такая феноменальная память? — Ну, у него была очень хорошая память, но вообще я должна сказать, что такую память почти каждый человек может развить в себе. — Я, например, своим детям, пока они были маленькие, конечно, задавала каждый день выучить по стихотворению, на следующий день проверяла. И у них у всех отличная память, хотя я не уверена, что она врождённо была отличная. — Какое произведение Александра Исаевича имеет лично для вас особое значение? — Лично для меня каждое его произведение имеет огромное значение, но я очень люблю «Раковый корпус». — Спасибо всем, что смотрели. Надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok